Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалум алейхм. На этой неделе в соответствии с еврейской традицией читается недельная глава, которая называется Ваираб. Эта недельная глава находится в книге Исход по еврейски Шмот, начиная с 6 главы 2 стиха и заканчивая 11 стихом 10 главы. Вот краткое содержание этой недельной главы. В начале мы видим, что Господь посылает Маше и Аарона к народу израильскому, но те, несмотря на чудеса, которые совершаются Аароном, не принимают их. Дальше мы с вами читаем о том, что Бог посылает Маше к фараону, и там, несмотря на чудеса, которые были совершены, которые, впрочем, повторили и жрецы фараона, их не принимают. После чего мы видим, что на Египет обрушиваются первые казни Господней, которые, впрочем, не касаются земли, где проживает еврейский народ, земли Гошен. После третьей казни жрецы Паро говорят о том, что только Бог может совершить нечто подобное. Но фараон продолжает ожесточать свое сердце. Вот краткая картина нашей недельной главы. Сейчас я хотел бы обратить наше внимание на некоторые детали, которые непосредственно в тексте, дабы предложить вам некоторые размышления. Книга Шмот, 6 глава, 2-й и 3-й стих. «Бог сказал Маше, я Господь. Я являлся Абрахаму Ицхаку Якову, как Бог всемогущий, но под именем моим Господь я не открылся им». В течение двух стихов мы дважды видим, повторяется слово «Господь». На самом деле мы должны понимать, что в еврейском языке здесь стоит слово, которое пишется «юдгей вавгей». Это слово, так называемый тетраграмматон, четверобуквенник. Это имя Божие, которое запрещено произносить, и никто на самом деле не знает, как оно произносится. В иудаизме сформировалась традиция, что когда мы на страницах Священного Писания видим это имя, мы произносим слово «Адонай», что значит «Господь». Вероятнее всего переводчик знал эту традицию, именно поэтому он поставил это слово. Так что же значит это слово, и почему оно стоит здесь? Очень популярный в иудаизме толкователь Раши говорит, что слово «Адонай» говорит нам о том, что Бог верен своему слову. Другими словами он подчеркивает, что Бог клянется, что так будет. Другой толкователь Рашбом похожим образом говорит о том, что четверобуквенное имя означает, что Всевышний всегда исполняет то, что обещает. Так или иначе, толкователи видят в этом тексте клятву, с которой Бог обращается к Моисею. Но при этом Бог подчеркивает, что патриархам этим именем он не открывался. Он им открылся, как Эль-Шаддай, что значит «Бог всемогущий». Что это значит, что он не открывался им? Если мы с вами читаем первую книгу «Берешит», то мы видим многократно, что это имя там употребляется, и оно патриархам было известно. Когда, например, в недельной главе Лех-Леха Бог обращается впервые к Аврааму, там стоит именно это имя. Сегодня имена – это то, что позволяет нам выделить или отделить человека от других. То есть, если мы произносим имя и фамилию человека, которого мы знаем, то в нашей голове рисуется образ. Наши мудрецы говорят о том, что подобный подход в принципе не приемлем, когда мы говорим о Боге. Ибо Бога не с кем сравнивать, Его не от кого отделять, Он единственный. Тогда каков же смысл Его имен? Интересно, что если мы считаем с вами на страницах Танаха, то имена Божьи по сути отражают Его сущность, Его природу, Его функцию. У меня есть урок, я дам на него ссылку, в котором рассуждается о том, что шалом может быть одним из имен Божьих. Таким образом, получается, что когда Бог открывался патриархом со своим именем Всевышнего, Он показывал им себя как того, кто сотворил этот мир, как того, который установил правила, как того, который может в этом мире все и менять, и делать по праву хозяина. При этом вот это имя Адунай, Господь, Он им не открывал. Интересно, что в еврейском языке в этом тексте стоит слово «нудати», которое переводится «не открыл», имеет корень «дат», это корень, который имеет достаточно большой спектр. Это и информированность, это и открытие, это и понимание. Могу сказать, что сегодня иудаизм на еврейском языке называется «дат», что иногда переводят как «религия», здесь есть и такой смысл. В 6 стихе мы с вами читаем такие слова «потому скажи сынам Израиля, я Господь, я выведу вас из-под египетского бремени, избавлю вас от порабощения, я спасу вас мощью моей руки простертой и великими карами». Мне кажется, что здесь Господь начинает в Маше открывать вот это свое имя. Мы с вами читаем, что здесь Господь говорит или обещает о том, что Он избавит еврейский народ. При этом слово, которое употребляется, это слово имеет корень геуля, что значит «искупление». В иудаизме выход из Египта называется «искупление первое», ибо это совершил Господь. Интересно, что «искупление второе» или, как его чаще называют «искупление окончательное», в соответствии с иудаизмом, должен принести Машеях. Опять я не буду говорить об этом подробно, я дам ссылочки на урок, посвященный искуплению. Но мы должны понимать, что идея, что Бог совершает искупление, проявляется в имени Его. И поэтому, когда мы с вами читаем такие слова, которые Ешо говорит своим ученикам, «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Евангелие от Йоханана, 17 глава, 6 стих. По сути, Ешо и говорит, что это самое имя он и открывает. Это функция Машеяха – открыть имя, ибо он несет в этот мир искупление. Второе или искупление окончательное. Мое личное мнение, что везде, где на страницах Ветхого Завета Господь являлся людям, являлась именно та ипостась, которая в дальнейшем воплотилась в Машеяхе, когда он пришел на землю. Интересно, что дальше мы с вами читаем такие слова, 6 глава, 10 стих. Маше передал все это сынам Израилева, но те не слушали его, обессиленные тяжким трудом. Мы наблюдаем картину, как Маше, избавитель первый, тот, через которого Бог выводил еврейский народ из Египта, приходит к евреям, совершает чудеса и знамения, но они не принимают его. Если вы вспомните, когда мы изучали историю Йосефа, мы с вами видели, что когда Йосеф впервые открылся своим братьям, сказал я брат ваш, Йосеф, его не приняли. Ему не поверили. Пророческие тексты нам говорят о том, что и Машеха еврейский народ в целом примет только после того, как он придет во второй раз, чего мы все и ожидаем. И он придет для установления Царствия Божия, в которые войдут не все, подобно как далеко не все вышли из Египта. Но об этом мы будем говорить, когда до этого дойдет черед. Вот это те моменты, которыми я хотел поделиться с вами в связи с нашей недельной главой. Да благословит вас всех Господь. Бошемьишо Машех. Амин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...